всем привет сейчас мы отправляемся с вами на экспозицию современного дизайна примерно современного 70-х годов вот такой современности советского причем советского я думаю вам будет очень полезно узнать а нам будет очень полезно показать показать узнать ваши комментарии лайки подписки да уважаемые подписчики кой советский промышленный дизайн или художественное конструирование представляет большой интерес так как является носителем уникального подхода к проектной деятельности во многом граничащего с инженерным проектированием декоративно прикладным искусством и модернизации условиях плановой экономики советская промышленность делала ставку на производство вещей которые долго не приходилось бы менять на новые а для дизайна капиталистических стран характерен стайлинг распространенное в наше время явление изменение внешнего вида побуждающие потребителя купить новую вещь только за этот вид после военный период начал расти уровень жизни советских людей в основном в городах сорок седьмом тире пятидесятых в пять раз снизились розничные цены а выпуск предметов потребления который по объективным причинам сильно упал во время войны расширялся увеличился процент внедрения дизайнерских разработок бытовых предметов также возрастает интерес к типологичности предметы приобретают форму модуля современный стиль понимается как требование принципиального единства форм в архитектуре предметной среде характерным представителем той эпохи можно назвать днепропетровский агрегатный завод который с 1956 выпускал легендарные пылесосы ракет а была бы тебя ракета пылесосил бы каждый день на послевоенное время пришлась волна массового увеличения фотографий в ссср не последнюю роль здесь сыграла и сравнительная доступность фототехники первые послевоенные производства ориентировались на технологии дизайн вывезены фототехники из германии однако после триумфа советской фотоаппаратуры на экспо 58 в брюсселе в ссср начали активно развивать собственные разработки стремительно завоевав внутренний рынок советская фототехника стала одной из ведущих отраслей экспорта как и японские производители ведущие отечественные заводы камеза и лома сделали ставку на доступные модель именно над ними они над профессиональными камерами работали дизайнер характерным представителем того времени можно назвать фотокамеру любитель это среднеформатный двухобъективный зеркальный фотоаппарат ленинградского оптико-механического объединения лома сконструирован он на основе довоенных немецких камер фойк тлендер бриллиант любитель выпускался с 1950 по 1956 год тема космоса и освоение космического пространства в конце пятидесятых шестидесятые годы в советском союзе была одной из самых популярных и находила отражение в самых разных областях жизни страны все этапы отечественной космической эпопеи находили моментальный отклиф художественных произведениях кино фотографии декоративно прикладном искусстве также тема космоса и космических технологий повлияла на образно тематическое решение объектов промышленного и графического дизайна создавая моду на обтекаемую форму и блестящие металлические поверхности бытовой техники декоративных сувениров конца пятидесятых начало шестидесятых годов то же время челябинский часовой завод молния выпускает несколько вариаций на тему космос среди них образцы получившие популярность среди населения и признание среди дизайнер например часы восток-1 которые выпускались в 1961 году также ярким примером этой тенденции может служить космический дизайн пылесосов ракета сатурн чайка и бора проектирование изделия а также повышение их качественных и эстетических свойств заняли значительное место в производственной деятельности промышленных предприятий проектные бюро в середине шестидесятых годов показывая нарастающий интерес советского общества к удобству и комфорту обустройству и улучшению окружающего и личного быта 60-е были пересмотрены многие стандарт пристальное внимание было обращено на функциональные и эстетические качества предметов народного потребления именно в то время дизайн получил самый массовый заказ за весь период своего существования в нашей стране связи с этим расширилась поле деятельности и для рекламы начале 60-х дизайн в ссср стал частью государственной политики в 62 году был создан всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики во главе с юрием борисовичем соловьевым его роль стала более действенной после введения государственной аттестации промышленной продукции в 1967 году ведь без положительного заключения института по потребительскому в том числе эстетическому уровню изделия не могли получить право на присвоение знака качества получение такого знака давало не только реальную надбавку к цене изделия ведь процент аттестованной продукции был одним из главных показателей работы предприятия и жестко контролировался правительственными и партийными органами во вне и т также издавался журнал технической эстетики единственное в ссср ежемесячное издание по вопросам дизайна в 70-е годы советский союз начинает экспортировать товары в страны социалистического лагеря и западную европу фотоаппараты зенит часы слава полет луч ракета радиоприемники в холодильники зил автомобиль москвич и лада все получает международное признание 75-м году в москве прошел конгресс международного совета обществ промышленного дизайна президентом которого 77 по 80 был директор вне это юрий соловьев и хоть в москве открылся центр технической эстетики знакомящий широкую общественность достижениями советского дизайна большинство инновационных дизайн разработок все равно остаются нереализованы и в другой квант воткнуться и самое главное что это 12 метров а мультиплоформенность поддерживается я могу в другой квант вкнутся сто пудово сто пудово это же квадро шоу вдруг жизнь после войны набирала обороты поэтому 50-70-е годы оказались знаковыми для становления промышленного дизайна в ссср в этом вы могли убедиться посмотрев наш короткий ролик про эту выставку подписывайтесь на канал ставьте лайки рассказывайте друзьям а также пишите комментарии если хотите видеть больше таких видео увидимся в следующих роликах удачного дня пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok